Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, а это Марго Ермилова. И сегодня мы вдвоем в кадре, не случайно. Потому что сегодня у нас с вами будет очень классная техника по управлению реальности. И мы будем с вами сегодня создавать себе классный яркий мем, который будет называться «Маска». А если вы смотрели фильм «Маска», я очень надеюсь, что вы смотрели этот фильм, то вы помните, что там была вот такая прекрасная собачка Джек Рассел, которая, кстати, надевая маску, также творила чудеса. Поэтому, если вы хотите сегодня развить в себе уверенность, приобрести новые крутые черты характера, мы с Маргусей вам расскажем, как именно это сделать. Так что давайте-ка включайтесь, откладывайте все дела и смотрите. Но прежде чем перейти к нашей технике, я хочу рассказать вам буквально два слова о своей книге, которая называется «Как изменить жизнь за одну книгу». И вы можете начать читать ее сразу же после окончания этого видео. Для этого вам необходимо будет под видео в описании перейти по ссылочке, скачать ее бесплатно и начать или слушать, или читать, как вам больше понравится. Каждый из нас обладает определенным набором черт и характера. Вообще человек состоит из набора определенных привычек, которые его и определяют как личность. Ну, например, привычка, знаете, все время громко говорить, привлекать в себя внимание. Кстати, если бы вы увидели меня в жизни, то, скорее всего, не совсем бы узнали, потому что в жизни я достаточно сдержанный человек, ну, пока не начинаю говорить. А вот есть такие люди, которых все время очень сильно много, и у человека такая привычка. Или у него, например, привычка ссывать свой носик в какие-то дела не свои. Или есть привычка, например, во всем находить что-то плохое, постоянно искать какой-то подвох. Вот снова обманули, вот книжку сказали скачать, а книжка платная, она не скачивается, меня опять развели, лоходром. Ну, в общем-то, каждый из нас состоит из набора определенных каких-то привычек, которые делают нас тем, кем мы являемся. Но, как это часто бывает, точно так же, как кудрявые девочки вечно мечтают распрямить волосы, а девочки с прямыми волосами накрутить волосы, точно так же и мы постоянно мечтаем о каких-то определенных чертах своего характера, поведения, которых у нас нет. Вот смотрим на кого-то, например, и часто говорим, ну вот как Ермилова так водит машину, ну вот едет, снимает, разговаривает, а еще и не знаете, как много других вещей параллельно я могу делать за рулем. Для многих это огромный стресс, потому что когда садишься за руль, пытаешься сконцентрироваться и понять, куда тебе ехать, как тебе везти свой автомобиль, как перестроиться в другой ряд. И все эти люди на других машинах такое ощущение, будто специально сговорились и начинают тебе мешать. И вот ты едешь, и весь мокрый, все дрожит, ты думаешь, какое видео снимать, с кем вообще разговаривать. Просто просишь, чтобы мир весь замолчал, и чтобы все люди вокруг просто дали тебе возможность куда-то доехать. Так вот, для того, чтобы мы могли, например, водить машину, как Ермилова, или, например, уверенно себя чувствовать перед камерой, мне даже кажется, что я вот начинаю делать из себя какой-то идол. Ну, просто, знаете, как о себе рассказывать проще всего. Кстати, для многих людей действительно вопрос публичных выступлений не только записи перед камерой, хотя сегодня мы все с этим сталкиваемся даже в элементарном записывании сториз. И если у нас есть хотя бы какой-то маломальский бизнес, то нам, конечно же, нужно записывать сториз. И для многих это огромная проблема, потому что голос мерзкий, когда слушаешь его, выглядишь не так. И еще и нужно думать, что сказать, как сказать, постоянно сбиваешься, как вообще это возможно сделать. И вот так хочется, точно так же, как это Ермилова, включить камеру и просто начать говорить. Ведь кажется же, что легко, но почему-то не получается. Кстати, навык презентации также сегодня вообще хороший на работе, когда вам просто нужно озвучить своему боссу, например, какую-то классную идею. Или озвучить, что вам необходимо повышение зарплаты. Уверенность в себе – это классное качество. Иногда просто для того, чтобы подойти познакомиться. Или для того, чтобы сказать свое мнение. Или для того, чтобы озвучить свою идею. Или для того, чтобы, например, взять, придумать какой-то проект и найти в себе силы и уверенность для того, чтобы начать свое собственное дело и перестать слушать кого-то, кто говорит, что не время, потому что сейчас опять не время и потом не время. И вот ты сидишь и очень хочешь сделать какой-то шаг вперед, совершить какой-то прорыв в своей жизни. Но все держат тебя и говорят, не надо, не дергайся. И ты иногда сидишь такой и злишься, и думаешь, ну блин, почему у меня нету этой уверенности? Почему у меня нету этой наглости? То время, как кто-то обязательно в это сложное время, возможно, даже в твоем городе, берет ту же самую идею и успешно ее реализовывает. И вот сидишь и думаешь, вот если бы у меня была уверенность, вот тогда, конечно, было бы дело. Я таких примеров могу приводить вам миллион, потому что у каждого из нас есть некие моменты, черты характера, не знаю, человеческие опции, как угодно, чтобы мы хотели, чтобы у нас было. Как же нам это можно приобрести? Здесь есть разные варианты. Но сегодня я хочу дать вам такой, знаете, самый экстраординарный, быстрый и работающий буквально сразу. И если вы готовы его узнать, то давайте сделаем это прямо сейчас. Но перед этим обязательно, пожалуйста, проверьте, подписаны ли вы на мой канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить сейчас регулярные видео, которые я выпускаю не только с техниками управления реальности, но еще и с законами вселенной, которые мы разбираем, для того, чтобы лучше понимать, как мы можем использовать свои собственные возможности и ресурсы, которые есть у каждого человека, для того, чтобы создавать жизнь своей мечты. Не когда-то потом, а прямо сейчас. Я всегда обожаю использовать как метафоры, для того, чтобы наш мозг лучше что-то запоминал, так и ассоциативный ряд, каких-то очень ярких образов и вещей, которые нам сложно забыть. Так вот, с самого начала я представила вам Марго, мою собаку Джека Рассела, популярность которой начала приходить именно тогда, когда на экраны вышел фильм «Маска» с Джимом Кэрри. В чем же был феномен этого фильма «Маска»? Если вы помните, главный герой Джим Кэрри, достаточно скромный и не очень успешный и удачливый юноша, однажды находит таинственную «Маску». Также в главных ролях была потрясающая красивая актриса с шикарной улыбкой. Он влюбляется в нее, влюбляется, 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 тогда, когда ее видит, но она настолько хороша и настолько роскошна, что просто он понимает, что он как бы не дотягивает до нее. И вот однажды в его рукав оказывается волшебная маска. Именно такая маска, я тут попросила своего героя проассифтировать, вот такая чудесная маска, надевая которую, он меняется и скромного такого вот человечка превращается в очень такого яркого, эпатажного героя, которому все нипочем, который прекрасно владеет собой, владеет публикой, всех заводит, еще там и, по-моему, совершает хорошие дела, решая какие-то вопросы с плохими людьми. Так вот, именно в момент надевания этой маски он и меняется, и превращается не просто в какого-то человека, а в такого, каким он на самом деле хотел быть. Но стеснялся, потому что, ну, потому что, потому что мы и все почему-то чего-то там стесняемся, боимся, у каждого из нас есть наряд каких-то убеждений. Что я вам предлагаю? Я вам предлагаю использовать технику маска. И в тот момент, когда вы понимаете, что сейчас прямо вам не хватает, например, вы едете за рулем, и вам очень страшно, и вы постоянно боитесь, и вы уж не знаете, что делать, возможно, как вообще преодолеть этот страх, мы себе говорим, надевая образную маску, я сейчас буду водить, как Ермилова. И прямо вот вы можете закрыть глаза, почувствовать, как вы вошли в мой образ, в мое тело, взяться за руль и ехать, приговаривая себе, это очень важно, я сейчас какая. Я такая смелая, ничего не боюсь, куда ты мне бибикаешь? У меня все хорошо, я себя чувствую комфортно, классно, я сейчас еще и видео могу снимать, начинать. То есть полностью вжиться в эту роль и наслаждаться. Или вы знаете, что сейчас в тот момент наступает, когда вы обычно молчите, например, на рабочем собрании, а сейчас вы намерены стать уверенным, и вы можете выбрать образ того человека, чья уверенность вам нравится. Это может быть какой-то ваш, как это называется, бутыльник, ваш со-сотрудник, человек, который работает рядом с вами. То есть ваша задача представить себя тем человеком, который вам нравится, образ которого у вас олицетворяется, с уверенностью или с чем-то. Мы часто говорим, ну я же не такая, как она, а почему бы не взять сейчас ее и не сказать себе, а я сейчас буду, как она. Вы надеваете на себя эту маску и прямо ощущаете, что теперь можно. Все, теперь все разрешено. Можно. И вы начинаете делать то, что всегда хотели. И вы прекрасно знаете, вы даже не волнуетесь, это же не вы. Это же не вы. Вы совершенно спокойны, с вами все окей. Почему? Ночью, когда мы спим, мы можем быть в самых разных ролях, и мы там не краснеем. О, боже мой, это же не я, но это же мой сон, как же так может быть. Нет, мы просто спим. Так почему бы не представить здесь то же самое. Маска – это техника, которая позволяет вам очень быстро просто вселиться в тело, не знаю, в душу, в сердце, в кого хотите. Того человека, который сегодня должен сработать вместо вас, который сегодня должен вам помочь решить ту или иную проблему, задачу, наполнить вас тем качеством, которое вам сегодня необходимо. И вы по этому поводу даже не будете переживать. Потому что это не вы. Пробуйте использовать эту технику. Пробуйте не просто делать это понарошку, а ощущать те новые эмоции, ту новую энергию, ту силу, которая будет проходить через ваше тело. Конечно, вы можете в это просто играть, не верить, и вряд ли у вас тогда это сработает. Но если вы по-настоящему покажете себе важность этого, вы станете практически волшебником. Потому что тренируя регулярно какое-то определенное качество, вы сами того не заметите, сможете его приобрести. Вы сами получите от того человека, которым вы стараетесь стать, ту необходимую энергию, которая поможет вашей настоящей части себя заиметь этот новый навык или что-то другое, в зависимости от того, что вы будете практиковать. В этом заключается вся фишка. Поэтому помните, что в тот момент, когда вам нужно резко почувствовать себя, не знаю, ответить, поставить на место, почувствовать уверенность, сделать какой-то решающий шаг, собрать себя в кучу, сделать то, что вы сами сейчас не в состоянии и сокрушаетесь внутри со словами «Вот если бы вы надеваете на себя маску и превращаетесь в того человека, который вам нужен». Если вам нравится эта техника, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Также я очень вас прошу давать мне обратную связь, а также писать те вопросы, те ситуации, которые вас волнуют для того, чтобы я создавала, писала, записывала, делилась теми техниками, которые будут вам в этом помогать. И, конечно же, не забывайте, что если вы хотите системно над собой поработать, если вы все дальше и все больше осознаете, что наш с вами мозг действительно управляет нашей реальностью, что мы можем научиться этому, конечно же, я буду ждать вас на своем марафоне «Рерайтер жизни», который в целом помогает нам полностью трансформировать нашу реальность, где мы пишем книгу о жизни своей мечты, где мы учимся управлять своими мыслями и в результате в течение одного месяца на 70% меняем свои жизненные взгляды, свои позиции, и наша реальность вокруг нас запускает новые процессы, создавая вокруг то, чего мы на самом деле хотим, а не то, что с нами случается. Ну, а я сейчас надену маску, представлю, что вы все подписались, что вас теперь здесь как минимум миллион, и мы с вами где-нибудь вкуражем на каком-то огромном стадионе, где делимся своими успехами и рассказываем о том, как мы создали жизнь своей мечты. Ну, погнали! Ту-ту-ту! Чу! И из вашей ручки! У-у-у! Ухе! Круто! Продолжение следует...